Я считаю, что сложно, потому что у нас за последние 15 лет была раскручена такая, опять же, утопическая иллюзия создать общество потребления для половины населения, примерно так. И вот раскручили кредиты, всякие, ипотеку, и вот нас в средний класс, не считаем так особо богатых, это особая, так сказать, маргинальная группа, маленькая, половина тянет туда-сюда еле-еле, да? А примерно 40% — это средний класс, который уже себя видит как средний класс западного типа. Для этого ресурсов в России нет для того, чтобы их... И это вот взлет был, то есть при том, что резко упали инвестиции, и у нас все обещают наши фонды все, включая ЗКХ, так? Вот. А этого люди не видят даже. И при этой вот спаде, глубоком спаде инвестиций, даже для ремонта, я не говорю, а замены, а в пять раз увеличился розничный товарооборот, то есть покупают люди, покупают, покупают автомобили и все. Вот. То есть наш личный состав, грубо говоря, нашей страны как-то, он видит мир в совершенно ложном картине. Это называется аутистическое мышление. Они не видят угроз и ограничений. Это, знаете, по студентам видно. И многие, многие люди так вот этого хлебнули этого. То есть мы разоружены фактически для того, чтобы, ну, такой трудовой подверстий сейчас, не могут они взять на свои плечи вот такой сейчас мобилизационный рывок, скажем, для новой индустрии, индустриализации. Причем она нужна не просто, чтобы восстановить мощности производственные, а создать новые технологии, новые организации промышленности. То есть уже промышленность, так сказать, полувековая, за которую состарились за последние, там, 30-40 лет, да, ее воспроизводить уже нельзя. То есть тут требуется и большая-большая роль науки возникает снова такая, как примерно 30-е годы, чтобы войну вытянуть. Образование, то есть должны вырастать, так сказать, молодежь, которая, ну, знаете, такая, да, с жестким таким трезвым взглядом на реальность. Вот это сложно. Понимаете, вот тут можно закупить, скажем, завод и даже найти, но речь идет о том, что экономика, если взять, это большая система, которая проникает во все поры. Поэтому нельзя маленький анклав, но создать, так сказать, современной промышленности, или даже постиндустриальной структурой. Это не поможет, потому что это есть во всех, даже в самых малоразоватых странах, такие анклавы. Нам надо вот всю страну преобразовать, но вот это, тут требуется очень тяжелый общественный диалог, вообще со всеми группами социальными. Вот кто, кто может лямку сейчас потащить? Вот это, я считаю, что власть, она вот сидит и думает над этим, что же делать, потому что выйти с таким призывом к, ну, говорится, к обществу, да, этот призыв его расколет еще сильнее, чем сейчас, потому что-то отчасти скажут, ну, скажут, надо валить надо отсюда. Все, все, как это, маломальские, как это, амбициозные, так сказать, наши группы, да, и могут действительно свалить или будут считать себя, ну, неудачниками, которые давят вот этот вот долг. Вот, я думаю, что тут не техническая проблема, и даже не денежная, а вот это вот состояние всего общества. Я говорю, что не трудно сейчас вину всю наложить на власть, потому что она, так сказать, еще, я считаю, маневрирует постоянно и как-то продержит, вот, какое-то неустойчивое такое равновесие, а вот такой массовой поддержки, и причем осознанной, не под кнутом, не под наркотиком там, идеологическим, а вот просто думать, что мы будем делать. Вот этого, это трудно добиться.